МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Момент истины близко. Уголовное дело председателя правления банка Волга-Кредит направлено в суд. Уронили Буратино, Чапаеву погнули шашку. Листаем книгу истории вандализма. Бодрость духа, грация и пластика. Чемпионы дают мастер-класс по спортивной гимнастике. Летать россиянам в Турцию опасно из-за угрозы терроризма в этой стране. Об этом сообщает федеральное агентство по туризму в связи с заявлением главы МИДа Сергея Лаврова. Агентство обращает внимание туристов, что им не нужно планировать поездки в Турцию. Те, у кого путевки были куплены заранее, могут обратиться в туристические агентства. Они обязаны либо полностью вернуть деньги, либо подобрать другой вариант путешествия. Согласно данным агентств по продаже авиабилетов, россияне начали массово возвращать заранее приобретенные билеты в Турцию. Соответствующими заявлениями обратился уже каждый пятый пассажир. Уголовное дело бывшего председателя правления банка «Волгокредит» Татьяны Ярилкиной направлено в суд. Она обвиняется в хищении векселей ВКБ на сумму 134 миллиона рублей. Договор купли-продажи ценных бумаг был заключен между банком и инвестиционной компанией. Впоследствии при попытке их обналичить оказалось, что деньги по ним уже получили другие фирмы. В ходе арбитражного процесса организация выиграла спор у банка «Банкрота». Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество». В настоящее время расследование завершено. Также Ярилкина является обвиняемой по уголовному делу по статье «Мошенничество» в особо крупном размере, возбужденному по факту вывода средств вкладчиков на сумму около полутора миллиардов рублей. Завершить следствие по этому делу планируется в январе 2016 года. Самарский авиационный завод может стать одним из ключевых предприятий в производстве самолета Ил-114. Современная машина будет собираться в городах Приволжского федерального округа. Самарскому авиакору, скорее всего, достанется производство основных компонентов. Решение о начале работ по созданию машины на базе Ил-114 станет отправной точкой для производства отечественных региональных самолетов и развития региональной гражданской авиации в России. Ожидается, что в ближайшие дни в Москве под руководством заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина пройдет совещание, на котором будет обсуждаться ход работ по проекту Ил-114. По Ил-114 мы не теряем надежды участвовать в части производства компонентов для этого самолета, а может быть даже и финишной сборки. Ждем решения, окончательного решения. Олимпийский десант на самарской земле. Золотоносные спортсмены провели мастер-классы для юных атлетов Самары. Алексей Немов, Светлана Хоркина, Николай Крюков, Елена Замолодчикова, Елена Шевченко. В мире спортивной гимнастики эти имена знают все, и у каждого своя наука добиваться большого успеха в спорте высоких достижений. На звездные тренировки побывали и наши корреспонденты. Раз, два, три, четыре! Наконец, Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, дает мастер-класс для юных атлетов. Комплекс упражнений из программы подготовки сборной России. Звезды большого спорта делятся с ребятами секретами успеха. Хоркина уверена, каждому нужно дать шанс проявить себя на бревне, брусьях или перекладине. Ведь когда-то Светлану тренеры тоже хотели забраковать. Но получив приз, самая юная спортсменка на одном из турниров Хоркина поверила в себя и стала чемпионкой Европы, мира и Олимпиады. Это здорово, что мы сегодня можем приехать, олимпийские чемпионы, к нашим детям, которые выбрали этот не самый простой вид спорта. Он очень трудный, но очень зрелищный. И самое главное, он медальемкий, 14 комплектов на град разыгрывается на Олимпийских играх. Тренировать мальчишек приехал и Алексей Немов. Это ему рукоплескали поклонники спортивной гимнастики на Олимпиадах в Атланте и Сиднее. В общей сложности он завоевал 12 медалей, из них 4 золотые. Были у тольяттинского чемпиона и другие победы. Поделиться формулой успеха Немов готов с каждым подростком, увлеченным спортивной гимнастикой. Такие вещи должны проводиться для того, чтобы наши дети понимали, ради чего они могут стремиться в спортивной составляющей. И плюс, конечно же, это и здоровье. Гимнастика – это базовый вид спорта. Звездный олимпийский десант на Самарской земле. Елена Замолодчикова, Николай Крюков, Елена Шевченко. Сегодня они работают для самарских воспитанников. О перспективах олимпийского движения в России спортсмены говорили и на встрече с губернатором. Николай Меркушкин вкратце рассказал о стадионе, который строится к чемпионату мира по футболу 2018 года. Кроме того, в регионе будет построен Большой Ледовый дворец. Эти объекты станут визитной карточкой Самары. Что же касается массового спорта, сегодня по всему региону открыто уже 250 новых спортплощадок. На треть увеличилось количество людей, удовлетворенных, возможности заниматься спортом и так далее. Это так, динамика, это хорошая в этом смысле динамика. Крупных объектов, крупных объектов, сейчас в декабре месяц, ну в декабре, может в январе что-то, да, как. После декабря занятый, сильный месяц, спортивных новых объектов, такого высокого очень уровня, открывать будем. По словам чемпионов, в Самаре сегодня создаются такие условия для тренировок, что город вполне сможет заявить о себе на весь мир. Нынешние воспитанники спортивных школ – это будущие герои спорта. Олег Зверев, Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков, Артем Сулайманов. События. Когда они выполняют свою работу, мало кто это замечает. Заметно станет, если водители мусоровозов перестанут приезжать на контейнерные площадки и вывозить отходы. За чистоту в Самаре отвечает муниципальное предприятие «Жиллидер». Сюжет Марианы Мирной. 15 минут и готова. Контейнерная площадка на несколько многоквартирных домов в спальном районе Самары снова свободна от мусора. Водители работают слаженно и быстро, конечно, если жильцы кладут мусор в контейнеры, а не разбрасывают поблизости. Делаем город чище и просим жителей города Самары помочь нам дойти до контейнеров, кинуть мусор в контейнер. Не полениться сделать два шага, дойти до контейнеров и выкинуть мусор куда положено. Как бы помочь нам и облегчить нашу работу. Муниципальное предприятие «Жиллидер» обслуживает 150 контейнерных площадок в промышленном и кировском районах Самары. Вывозят крупногабаритные и бытовые отходы. Ежедневно около 35 машин выезжают в рейды по адресам. Сбор и вывоз мусора – основная и повседневная работа «Жиллидера». В организации трудятся профессионалы своего дела, которые имеют в своем распоряжении специализированную технику и оборудование. Вся спецтехника на предприятии оснащена спутниковыми навигаторами. Система помогает оказать своевременную техническую помощь водителю, чтобы не было перебоев в работе. Мы сталкиваемся с проблемой, в частности, нехватки парковочных мест, что приводит очень часто к тому, что местные автолюбители оставляют свои автомобили вблизи контейнерных площадок, что приводит к периодическому срыву вывоза отходов и антисанитарному состоянию на контейнерных площадках. Муниципальное предприятие «Жиллидер» соблюдает все меры безопасности и требования законодательства. Вывозит собранный мусор на два полигона – Центральный и Преображенский. Мариана Мирная, Артем Сулайманов, События. Деревья Самары принимают омолаживающие процедуры. Сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» избавляют их от старых веток. Официально эта процедура называется «комплексная опиловка». Лариса Шлафас наблюдала за работами. Со старыми ветками сотрудники предприятия «Спецремстройзеленхоз» справляются в считанные минуты. Чтобы привести дерево в порядок, приходится подниматься на десятки метров. Прежде чем взять большую высоту, каждый надевает спецоборудование. Эта цепь одевается на высоту, вот этот крючок одевается, чтобы не упасть сверху. Вот и все, вот так и одевается. Комплексная обрезка – это как омолаживающая процедура. После нее даже у старого дерева весной начинается вторая юность. Кроме того, большие ветки не будут угрозой для людей и машин. А опиловку начинают именно осенью. Обрезка, опиловка, все проходит в такие времена, когда спит дерево. Весной она просыпается, идет сок, сок чтения идет, уже нельзя резать. В Красноглинском районе трудится бригада из 12 человек. Объем работы большой. Нужно успеть привести в порядок все деревья до начала холодов. Потом специалисты начнут спиливать старые аварийные деревья. Они могут, во-первых, и ветки, которые очень крупные, допустим, у них наклон, они могут обломиться. И само дерево, оно может тоже обломиться, упасть. И угрозы для самих домов, для дома, для пешеходов, для людей. Опиловку и снос деревьев сотрудники спецремстрой-зеленхоза будут проводить до начала весны. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События. Живой памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. В Самаре подводят итоги всероссийской акции «Лес Победы». По всей стране люди высадили 27 миллионов именных деревьев. Участвовали в акции ветераны, школьники, студенты и чиновники. Они же будут следить в течение пяти лет за саженцами. Будут ухаживать, чтобы они хорошо прижились. В Самарской области благодаря акции площадь лесов увеличилась почти на 200 гектаров. Акция, она постоянно шла, и она приняла уже какое-то стихийное даже, может быть, действие. Потому что принимали люди участие и во дворах высаживали деревья. И тоже какой-то символ этим деревьям придавали. Коммунальные недоразумения в Волошевском районе области. Жители поселка Петра Дубрава не понимают, почему должны оплачивать высокие счета. В этом месяце сумма в квитанциях существенно возросла. Но причину руководство управляющей компании людям не объяснило. На контакт с жителями сотрудники конторы выходить не стремятся. Чтобы получить от них ответ, откуда берутся такие суммы, люди обратились в нашу телекомпанию. Алина Чемерес вместе с экспертами разбиралась в ситуации. Вот висят сосульки у нас, вот, вот с правой стороны, вот с левой. А в зимний период вообще вот везде эти сосульки вот. И будут доходить до полтора метра. До тех пор даже на пол начинают капать, здесь уже не пройти будут такие глыбы. В этом месте жители лишний раз стараются не ходить. С грустью шутят. Благо в квартирах пока такие сосульки не висят. Очень холодно. Хотя в квитанциях за коммунальные услуги суммы доходят до 7 тысяч. За что они должны платить такие заоблачные, по их мнению, деньги, люди не понимают. Нас плохо отапливают, во-первых. Плохо отзолированные вот эти трубы у нас идут. Мы неоднократно обращались, то, что сделали, чтобы не было у нас вот этих вещей. Но никакого внимания на нас не обращают. В этом месяце жители, получив квитанцию, удивились еще больше. Счета на электричество в графе «Общедомовые нужды» у каждого свыше тысячи рублей. Тысяча девяносто шесть – это на общедомовые нужды только электричество. А в доме пятьсот пятьдесят рублей – это вот сто шестьдесят киловатт. Тысяча семьсот сорок четыре – все вместе только на электричество. Разговаривать на эту тему с жителями в управляющей компании коммунальные системы не стали. Свою позицию озвучили, лишь когда в эту фирму обратилась наша телекомпания. Громадные счета в коммунальной конторе объясняют тем, что еще летом в доме поставили счетчик на электроэнергию. И теперь люди оплачивают его стоимость. Деньги нужно вернуть ресурсоснабжающей организации. Но о том, что людям предстоят такие траты, их предупредить от чего-то забыли. То, что жителям коммунаров 14 увидели в своих платежках, это за два месяца общедомовые нужды – сентябрь и октябрь. СССР, предъявив нам счет вот с такими показаниями общедомового прибора учета, не вычла показания приборов учета, стоящих в нежилых помещениях. В ноябре, естественно, людям будет произведен перерасчет ноябрьской квитанции. В сельских районах обычно коммунальные услуги стоят дороже, чем в городе, говорят эксперты. Потребителей тепла и воды меньше, а объем поставок у ресурсоснабжающих организаций почти такой же. Экономить на коммунальных услугах жителям помогают региональные программы, о которых люди зачастую просто не знают. Это обязанность, обязанность органов местного самоправления вести вот эту разъяснительную работу, обучающую работу с председателями Советов домов в первую очередь. В декабре вместе мы, может быть, как раз и рассмотрим этот вопрос и проведем занятия для председателей Советов домов и активистов. Какие региональные программы есть, государственные программы, что можно сделать, как можно войти в эту программу. Участвовать в таких программах могут муниципалитеты, а не отдельные дома. Но ничто не мешает активным жителям прийти с инициативой к местным властям. Алина Чемерес, Станислав Левин, Константин Головин и Максим Гусев. События. А сейчас коротко о других темах дня. Обгон с переворотом. В Самаре на Новосадовой произошла авария с участием трех автомобилей. Один из них перевернулся. По словам очевидцев, Лачетти двигался по дублеру Новосадовой в сторону советской армии и начал сдавать назад. В это время его стала объезжать Тойота и наехала на бордюр. За дело Лачетти перевернулась. Шевролес в столкновение врезался в Волгу. Участники ДТП серьезно не пострадали. Фото на миллион, а точнее на 152 миллиона рублей. Такую сумму в этом году взыскали судебные приставы с нарушителей правил дорожного движения. Причем количество постановлений ГИБДД, еженедельно поступающих в службу для принудительного взыскания, лишь увеличивается. Нарушители ловят в свои объективы камеры видеофиксации. Врождественно заработает система водоснабжения. Обустройство современных коммуникаций завершится в ближайшее время. Властные власти выделили на его строительство администрации Волжского района 20 миллионов рублей. Самарские таможенники учат английский. 20 сотрудников уже окончили языковые курсы и демонстрируют знания пассажирам международных рейсов. Таким образом они готовятся к чемпионату мира по футболу 2018. Лучший отдых на даче. Подведены итоги работы сезонных маршрутов. Услугами дачных автобусов в 2015 году воспользовались почти 800 тысяч самарцев. Перевозки пассажиров к садово-дачным массивам стартовали 1 мая по 35 маршрутам. Наиболее востребованными из них стали маршруты до Страмиловских дач и в поселок Новосемейкино в направлении Черновских дач и в Зеленую Рощу. А был ли мальчик? С улицы Фрунзе исчезла скульптура Буратино. Самарцы переживают, куда пропала фигура и вернется ли она на место. На поиски Буратино отправилась Марина Матвейшина. От Буратино только постамент остался. Прохожие недоумевают, куда могла исчезнуть 300-килограммовая скульптура. Не правда, что ли? Или это просто развод какой-то? Не знаю даже. Не, ну кому может понадобиться такой памятник? Вот он стоял здесь как символ города. Кому он мог понадобиться, я даже не представляю. Может какие-то мародеры на металл сдали, он же из бронзов. Очень жаль, что люди так воспитаны, что портят то, что делается другими людьми. Неравнодушные самарцы даже полицию вызывали для поиска в пропаже. Буратино нашелся в музее усадьбы Алексея Толстого. Неожиданно у нас, скажем так, упал. Дело в том, что может быть делали неудачные селфи, может быть, как бы группа людей отдыхала не очень корректно. В принципе, ходить его ломать, но я думаю, это нет. Это даже, ну, нет. Просто кто-то неудачно, просто, скажем так, облокотился. От падения Буратино не пострадал. Только золотой ключик сломался. Сегодня его отправляют на реставрацию. И уже на следующей неделе скульптура вернется на место. Будут укрепляться у нас основания штыри. Укрепление будет проходить по пяти частям, значит, основания. Это центральная часть и четыре боковых штыря. Все остальное у нас в целости, сохранности. Нос, вагоны, рука наша любимая, которую мы все трем и любим. Книга обязательно при нем. Исчезли в эти дни и девочка с мальчиком из фонтана в Струковском саду. Каждый год фигуры убирают на зиму. Это вынужденная мера. Из рук мальчика несколько раз воровали зонтик. Шашка Чапаева тоже не дает покоя вандалам. Ее крали шесть раз, пока не отлили из стали. Этот металл в пункт приема не сдашь. Но и это не остановило врагов красноармейцев. Очевидно, шашку снова пытались украсть. Ранее у коня воровали сбрую, у матроса пулемет, а у солдат штыки. Не только меркантильный интерес движет злоумышленниками. Порой их мотивы понять затруднительно. Золотую рыбку превратили в рыбку гламурную. Многострадальный арт-объект уже не первый раз подвергается атакам вандалов. За то время, что она здесь находится, с сентября прошлого года, ее перекрашивали в розовый цвет два раза. Кроме того, ей постоянно отламывают то хвост, то плавник. И местные жители говорят, что нужно бы ее сделать не из гипса, а из железа, чтобы точно никто не сломал. За порчу скульптуры памятников вандалам грозит уголовная статья и штраф до 40 тысяч рублей. Но порой восстановить арт-объект стоит гораздо дороже. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Как-то сказал Ленин в беседе с Луначарским. Это сейчас в Самаре десяток кинотеатров, а в советские годы это была редкость. В художественном не бывало свободных мест. К своему столетию коллектив кинотеатра подготовил выставку фотографий, которые рассказывают о его истории. Марина Мерная разглядывала черно-белые карточки. Передать историю советского кино через черно-белый снимок. Выставка «Черно-белое начало» посвящена жизни старейшего кинотеатра в Самаре, художественного. В середине 20 века он был центром притяжения всех жителей города. Каждому хотелось прикоснуться к фантастическому миру синематографа. Кинотеатры были заполнены, конечно же. Мест не было свободных вообще. То есть здесь устраивались и творческие встречи с приездом актеров, режиссеров. Здесь проводили всевозможные кинолектории. На одном из снимков совсем еще юная Надежда Румянцева. На другом трудовой коллектив кинотеатра художественный. Фотографии представляют собой большую историческую ценность и являются своеобразным пособием по истории кино города Куйбышева. Сейчас, чтобы сделать видео или фото на любом современном гаджете, достаточно нажать одну кнопку. Раньше фотографы использовали вот такие огромные фотоустановки и выполняли множество различных манипуляций. Для начала нужно было снять крышку с объектива, затем прицелиться, после чего закрыть затвор. Далее фотограф вставлял кассету с пленкой и только после этого делал снимок. Так появлялась черно-белая фотография. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. 60 самарских школьников проведут часть новогодних каникул в Отчине Деда Мороза в Великом Устюге. Эту поездку они заработали благодаря неординарному мышлению и умелым рукам. В Самаре подводят итоги городского конкурса новогоднего рисунка и игрушки. Участие в нем приняли более 800 мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 11 лет. Увидеть работы детей воочию жители Самары смогут на выставке «Новогодний вернисаж». Она пройдет в январе. Любой конкурс, он всегда преследует первую цель. Это развитие творчества. Это развитие детского потенциала. Конечно, мы стартуем с этого конкурса и уже заряжаемся все новогодним настроением. А сейчас время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Толитинские тэквондисты вернулись с первенства Европы с рекордным результатом. Самарские дзюдоисты выиграли Кубок России. В Новгороде самарские дзюдоисты выиграли Кубок России. За команду боролись 11 спортсменов. И только Марии Персидской удалось завоевать главный трофей. Она в финале поборола Сабину Гелязову из Челябинска. Бронзовая медаль у Марии Костенко. В Бухаресте завершилось молодежное первенство Европы по тэквондо. В составе сборной России успешно выступили самарские спортсмены. Рафаэль Аюкаев выиграл золотую медаль. Борис Краснов завоевал серебряную награду. В итоге сборная России завоевала 12 медалей. 7 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых. В общекомандном зачете россияне заняли первое место. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара Гиз в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»